Цифры смотри Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного Номер 82 Мы начитываем Новый Завет, толкование блаженного Феофилакта И комментарии считает Колесников Никита Первое послание к Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих И ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева Толкование блаженного Феофилакта И это особенность того же метода Потому что в виде повествования учил ждать Сына Божия Ибо самое лучшее утешение для скорбящих то, что страдавший воскрес и находится на небе Что Он придет и избавит нас, скорбящих, от грядущего гнева То есть от наказания Как действительно благоугодивших Ему верой и непорочной жизнью А причиняющих нам скорбь Он не пощадит Так как бедствие над головой, а благо с будущим То апостол приписывает им великую веру Как ожидающим и твердо надеющимся на будущее 1 Солоникийца 2.1 Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам Что Он был небездейственный Толкование Велики, говорит апостол, ваши подвиги Только и мы воспользовались нечеловеческим словом И не был наш вход бездейственным То есть без опасности и искушений И вообще без неприятностей Ибо как много рассказано Опасности укрепляют веру Без них она была бы тщетной 1 Фессалоникийцам 2.2 Но прежде пострадав и был поруган и Филиппах Как вы знаете Мы дерзнули в Боге нашим проповедать вам благовестие Божие С великим подвигом Толкование Избежав опасностей в Филиппах Мы снова у вас впали в другие опасности Смотри, как опять все приписывает Богу Сказав Дерзнули в Боге нашим То есть одушевляемые им 1 Фессалоникийцам 2.3 Ибо в учении нашим нет ни заблуждения Ни нечистых побуждений Ни лукавства Толкования То есть наше учение не обман Ибо обманывающие не подвергают себя опасностям А скорее вдаются в роскошь Я же подверг себя опасностям Отсюда таким образом ясно Что мое учение не обманывает И что не за человеческие дела Я принимаю на себя опасности А за божественные и непреложные Я не учу чему-нибудь нечистому Как учат маги и волшебники Не стремление к возмущениям и переворотам Как делают последователи Февды Последователи Ленина Последователи других Которые власть захватили путем революции Которые пришел вот сейчас там На этой волне Порошенко Они пришли не путем избрания Хотя это уже и избрали Ну вот так 1 Фессалоникийцам 2.4 Но как Бог удостоил нас того Чтобы верить на благовестие Так мы и говорим Угождая не человеком Но Богу, испытывающему сердца наши Толкование Бог говорит удостоил нас и избрал Чтобы верить нам в Евангелие Он не избрал бы, если бы не признал нас достойными Посему мы и остаемся такими достойными Какими избраны были им Для стой великой проповеди То есть мы делаем все это не для того Чтобы угодить вам Но желаю угодить Богу Который испытывает тайны Или потому что он постигает сердца И дает венцы Никакой обманщик, лукавый И нечестивый человек Не может ему угодить 1 Фессалоникийцам 2.5 Ибо никогда не было у нас перед вами Ни слов ласкательства Как вы знаете Ни вида в корысти Бог свидетель Толкование Так как он перед этим похвалил их То чтобы похвала не сделалась подозрительной Он говорит Никогда я не льстил вам Что свойственно обманщикам И теперь не льщу И не по страсти к деньгам Мы проповедовали Того что я не льстил вам И вы свидетели А что я не корыстолюбив Бог свидетель Ибо вам это неизвестно Комментарий Игнатия Лапкина Какие основные причины того Что сегодня молодые люди поступают в семинарии Избирая к профессии священника пожизненно Знают ли они Что это самый скорбный путь Какой только возможно придумать И самый ненадежный для спасения И путь самый славный Если они будут верны Слову Господню И ревностны в деле проповеди Евангелия Какая основная мысль Двигает священниками с Украины И с Белоруссии Заполнившими Сибирь Они не по страсти к деньгам Прибыли в холодные края Так это вот по страсти у меня тут Представь Да Что-то у меня не по страсти Сейчас я верну назад Тогда тут я думал что Так минутку еще Это вопрос стоит здесь Вопрос В первой апостольской церкви Как толкует феофилакт Были такие деятели Которые по страсти к деньгам проповедовали Нам это трудно понять Как за проповедь можно получать деньги Очевидно что тогда Не платили ни за требы Ни за заказные молебны И служитель ценился только за проповедь И таковых прихожане питали По крайней мере паства могла насыщаться духовно Даже и от таких корыстолюбцев Но чем могут научиться Чему Ну чему могут научиться Сегодня посомы Если свирепствуют корысть и трусость Трусость и корысть Это основная язва сегодняшнего Советского православия Если проповедь в Духе Святом Истинная и огненная Совершенно отсутствует А корыстолюбие буйно цветет и плодоносит То какой страшный ответ придется давать Руководителям церкви Михея 3.3.5 Едите плоть народа моего И сдирайте с них кожу их А кости их ломайте Дробите как бы в горшок И плоть как бы в котел Так говорит Господь На пророков вводящих в заблуждение народ мой Которые грызут зубами своими И проповедуют мир А кто ничего не кладет им в рот Против того объявляет войну Еремей 23.14.17 Но в пророках Иерусалима вижу ужасное Они прилиподействуют и ходят во лжи Поддерживают руки злодеев Чтобы никто не обращался от своего нечестия Все они предо мной как Содом И жители его как Гамора Это пророки были Которые Иегову признавали Как сегодня заканчивают семинарию Академии там проповедуют Это не священники Священники это отдельно Еще хуже их Посему Так говорит Господь Саваоф О пророках Вот Я накормлю их полынью И напою их водой с желчью Ибо от пророков иерусалимских Нечестие распространилось На всю землю То есть столичные Самые грамотные Академисты Докторские Богословские Там Звания у них Так говорит Господь Саваоф Не слушайте слов пророков Пророчествующих вам Они обманывают вас Рассказывают мечты Сердца своего А не от уст Господних Они постоянно говорят Пренебрегающий меня Господь сказал Мир будет у вас И всякому Поступающему по упорству Своего его сердца Говорят Не придет на вас беда Упорство сердца Это страшное Невыносимый грех перед Богом Богу нет возможности В это сердце войти Когда человек ожесточается И к нынешнему пастырству Простирает речь Господь Вы дайте есть народу вашему И пастырство должно На совести своей держать Обязательство Питать народ истинной В церкви должна Неумолчно идти проповедь Слова Божьего Молчающее пастырство Что за пастырство? А оно много молчит Чрезмерно много Но нельзя сказать Чтобы это происходило От того Что не нет веры в сердце Так одно недоразумение Дурной обычай Все же однако Это не оправдывает его Святитель Феофан Затворник Вот это все Что сейчас здесь сказано Было в кавычках Это ему принадлежит Не мне И как будто бы Считаешь Ни стиль Ничего не меняется Мне он очень нравится Вот это вот Вот это вот читаю Я даже сам иногда Смотрю Кавычки думаю Не там поставил Надо было вот здесь Дальше поставить А вот и к нынешнему Пастырству Это он говорит Феофан 1 Пессалоникийцам 2.6 Не ищем славы человеческой Ни от вас Ни от других Толкования Не сказал Мы терпели бесчестие Или Не пользовались честью Чтобы не показалось Им это упреком Но Мы не искали почестей Хотя этого действительно И требовала проповедь Ибо если царских послов Мы удостаиваем В большой чести То гораздо Более должны почитать Посланников Божиих Посему Как же мы будем делать Что-либо ради славы Когда в качестве учителей Мы Не желали почести Ни от вас Ни от других 1 Пессалоникийцам 2.7 Мы могли явиться С важностью Как апостолы Христовы Но были Тихи среди вас Подобно как Кормилица Нежно обходится С детьми своими Толкование Или В чести Славе И довольстве Или Мы могли брать от вас И питаться И быть вам В тягость Ибо Достоинство Наше этого Требовало Чтобы брать от вас Тихие То есть Кроткие Не обременительные Или Тихие среди вас То есть Незлобивые Нечистолюбивые Ибо Незлобивые Ничего Такого Не помышляет Выражение Среди вас Имеет Такой Смысл В обращении С вами Я был Такой же Как и вы Будто Не получил Высшего Назначения Здесь Апостол Показывает Свою Нежную Любовь Листит Ли Кормилица Ребенку Ищет Ли Денег От Малюток Так И Учителю Должно Быть Кротким И любить Тех Которые Оскорбляют Его Как и Кормилица Любит Своих Детей Хотя бы Они И Били Ее 1 Фессалоникийца 2.8 Так Мы Из усердия К вам Восхотели Передать Вам Но и души наши Потому что вы стали нам любезны Толкование То есть Привязаны к вам И заботящиеся о вас Посему Не только Говорит Апостол Мы не брали ничего от вас Но Восхотели То есть Сильно Желаем Истащить для вас Даже души свои Если Нужно будет Посему Подавать Благовествование Дело Драгоценнейшее Но отдать душу Гораздо Труднее И есть Дело Необыкновенной Любви Таков его Вывод Что бы ни Показалось Что он ведет Речь Обо всем этом Потому что Трудился Для них И поэтому Должен Пользоваться Почетом От них Говорит Делаю это Не по чему Другому Как по любви Ибо я не ищу Вознаграждения Но делаю все Ради самого Долга 1 Фессалоникийцам 2.9 Ибо Вы Помните Братья Труд Наш И Изнурение Ночью И днем Работая Чтобы не Отяготить Кого из вас Мы Проповедовали У вас Благовестие Божие Толкование Не Сказал Помните Благодеяния Наши Но Труд Не Просто А Изнурение То есть Труд С Большим Старанием И Не Только Днем Но И Ночью Вот Каково Усердие И Какова Забота Чтобы Не Соблазнить Кого Словами Чтобы Не Отяготить Никого Из Вас Показывает Что Фессалоникийцы Находились В Бедности 1 Фессалоникийцам 2.10 Свидетели Вы И Бог Как Свято И Праведно И Безукоризненно Поступали Мы Перед Вами Верующими Толкование Бог Достоверный Свидетель Но Так Как Людям Неизвестно Свидетельствует Или Об этом Бог Призывает Вас Свидетелей И Тех Кому Обращено Слово Все Что Должно Исполняя Ибо Это Значит Свято Вместо Выражения Со Страхом Божиим И Праведно То есть Ни у кого Не вымогая Денег И Безукоризненно Не оскорбляя И не давая Поводок Соблазну Тогда Как У неверных Апостол Назывался Безбожным И Обманщиком Пустословом И Совершенно Безрассудным 1 Фессалоникийцам 2.11 Потому Что Вы Знаете Как Каждого Из Вас Как Отец Детей Своих Толкование Опять Называет Их Свидетелями Знак Что Он Говорит Без Всякой Надменности 1 Фессалоникийцам 2.12 Мы Просили И Убеждали И Умоляли Поступать Достойно Бога Призвавшего Вас В свое Царство И Славу Толкование Удивительно Как Он Никого Не Оставил Без Утешения Но Каждому Высказал То Что Нужно Просили О том Чтобы Мужественно Переносили Все Следовательно Я Говорит Не Искал Славы Высший Апостол Уподобил Себя Кормилице Теперь Уподобляет Отцу Показывая Свою Любовь Власть И Свою Простоту Ибо Какой Отец Держит Себя Гордо Перед Детьми Умолять В Славянском Тексте Свидетельствовать Это Уже Знак Очень Строгого Наставления Следовательно Я Говорит Не Листил После Того Как Сказал Как Отец Прибавил И Слово Умоляли Свидетельствующе Ибо Не Строго Говорит Но Как Отцы Свидетельствующе Поступать Достойно Бога Смотри Как Он Повествую О прежде Случившимся Учит И Убеждают Есть Ибо Если Бог Призывает Нас В Царство То Должно Переносить Все 1 Фессалоникий 2 13 Посему И мы Непрестанно Благодарим Бога Что Приняв От нас Слышанное Слово Божие Вы Приняли Не как Слово Человеческое Но как Слово Божие Каково Оно Есть Поистине Которое И действует В нас Верующих Толкование Здесь Апостол Хвалит Эфеса Ланикийцев Нельзя Сказать Говорит Он Что Мы Одни Поступаем Во всем Безукоризненно А вы Показали Нечто Внесообразное С тем Чему Я вас Наставлял Ибо Вы Слушали Нас Не с таким Расположением С каким Слушает Людей Но Внимали Нам Так Как Будто Наставлял Вас Сам Бог Слышанным Словом Божиим Апостол Называет Проповедь В Которую Веруют Через Посредство Слышания Как Веровать В Того О Ком Не Слышали Римлянам 10 14 Откуда Видно Что Вы Приняли Проповедь Мою Как Слово Божие Из Действий Говорит Ваших То Есть Она Обнаруживается В Делах Если Бы Вы Не Так Приняли Ее То Не Перенесли Бы Так Мужественно Стольких Испытаний Ибо Как Сам Апостол Перенесенными Опасностями Доказывает Что Он Не Листец И Не Обманщик Так Их Мера Открывается Из Того Что Они Перенесли Бедствие Комментарий Игнатия Лапкина Каждая Проповедь Как Пастыря Так И Мирянина Должна Быть По Слову Божию Точно И Во Всем Соответствовать Написанному В Библии Сегодняшние Проповеди В храмах Если Подвергнуть Тщательней Ревизии Согласно Слову Божия Не Выдерживают Никакой Критики Они Говорятся От Своего Ума От Шрева Если Подвергнуть Анализу По Слову Божию Речи Патриарха Священников Статьи В Епархиальных Газетах И Журналах То Приходится Констатировать Что Выше Указанные Авторы Библию И Не Знают И Не Любят И В Ней Совершенно Не Нуждаются Поэтому Пастыри Сегодня Устремились К Экзотическому Внешнему Старомодному К Возобновлению Прежней России С Снова Многотысячные Шествия На Иордане Концерты В филармониях Певческих Церковных Коллективов Совсем Непонятно Какое Отношение Это Имеет К Богу К Слову Божию Почему Эти Лукавые Делатели Одели Священные Ризы А Выполняют Работу Артистов И Шоуменов Сегодня Действия Пастыри Нужно Рассматривать От Обратного Противовес Тому Что Говорит Блаженный Феофилакт Откуда Видно Что Вы Не Приняли Проповедь Мою Как Слово Божие Из Действий Говорит Ваших То есть Она Обнаруживается В делах Духовный Уровень Так Называемой Полноты Церковной Тех Кто Приходит На Исповедь Тех Кто Ни дня Не был В числе Оглашенных Тех Кому Лишь Мокрой Ладонью Провели По голове Считая Что Это Крещение Это Закрещение Их Духовный Уровень Абсолютно Не отличается Ничем От Мирских Культурных Людей Центральная Глава Библии Третья Глава Евангелия От Иоанна Сердце Священного Писания Православной Церкви Совершенно Неизвестно И Бездействует Отсюда Наступила Духовная Демографическая Катастрофа Духовная Смертность Чудовищно Превышает Духовное Рождение Выход Здесь Только Один В покаянии Всех Пастырей Пред Богом И перед Народом Начиная С Патриарха За пренебрежение Проповедью По Слову Божию Они Никогда Мне этого Не простят Что я говорю Здесь Хотя я Проверный Даже Не пытаются И Тогда Можно Будет Сказать Откуда Видно Что Вы приняли Проповедь Мою Как Слово Божие Из Действий Говорит Ваших То есть Она Обнаруживается В делах В этом И только В этом Духовное Возрождение Русской Нации И всей России Тогда И миряне Будут Знать Писание И будут Защищать Истину Православной Веры А сегодня Эта Темная Ненаученная Масса Так Называемая Православных Тысячами И сотнями Тысяч Растекаются По Самым Изуверским Сектам По мнению Златоуста Каждому Мирянину Необходимо Сделаться Апологетом Христианского Учения Чтобы Не дать Место По стыдному Торжеству Над ними Еретиков И неверных Если бы Вы Внимали Писанию Этому Духовному Оружию И каждодневно Упражнялись В нем Я не стал Б убеждать Вас Избегать Борьбы С ними Язычниками И еретиками А напротив Даже Советовал Бы Сразиться С ними Потому Что Истина Сильна Но Так Как Вы Не умеете Пользоваться Писанием То Я боюсь За эту Борьбу Боюсь Чтобы Они Застав Вас Безоружными Не Низложили Вас Вот Это кто Говорит Это Златоуст Говорит Я Вставляю Его Слово Сюда Добавляю Вот Она Кавычка Открывается Если Внимали Писанию Вот Если бы Внимали Священного Писания Как Внимать Когда Оно Не Слышится Не Проповедуется Не Знают Не Знают Мы Деревня За Деревням Проходим И Ни Одного Евангелия Нет Самое Страшное Было Здесь Мы Евангелие Раздавали И Потом К церкви Подошли А там Уже Разорванные Сожженные Евангелия Лежат Подавал Материалы Крещения Священник Вышел Новоалтайский Здесь Тут Все это Грядет Гнев Божий То есть Они Царствуют Пираты Захватили Корабль Один Ответ 1 Фессалоникийцам 2.14 Ибо Вы Братья Сделались Подражателями Церквам Божьим Во Христе Иисусе Находящимся В Иудее Потому Что И вы Тоже Претерпели От своих Единоплеменников Что И те От Иудеев Толкование Чтобы Кто Нибудь Не Понял Под Церквами В Иудее Синагог Иудейских То Он Поэтому Прибавил Во Христе Иисусе Чтобы Яснее Показать Что Говорится О Церквах Верующих Утешение Великое Ибо Если Иудеи Ревнители Отеческого Закона Уверовавшие Однажды Столько Потерпели То Сколько Более Должны Вы Немалые Доказательства Истины Евангелия В том Что Иудеи Охотно Страдают За то Что Прежде Сами Преследовали 1 Фессалоникийцам 2 15 Которые Убили И Господа Иисуса И Его Пророков И нас Изгнали И Богу Не угождают А и Всем Человекам Противятся Толкование И что Удивительного В том Что Они Оскорбляли Своих Соплеменников Когда Они И Господа Убили Смотри Какое Утешение Быть Общником Христу В страданиях Поэтому И Павел Всегда В искушениях Указывает Это Но Скажет Кто-нибудь Что Они Господа Не знали Что Разве Они Не Узнали Собственных Пророков Книги Которых Они Носят Повсюду Как Же Они Убили И Их Отсюда Очевидно Что Они Ничего Не Делают Как Ревнители Истины Но Скорее Не Исто Своя Против Истины И Нас Изгнали Апостолов Учителей Ваших Поэтому Вам Ученикам Должна Все Переносить Имея Перед Глазами Эти Примеры Ибо Как Могли Угодить Тому Чего Сына Не Убили А Прежде Еще Убили И Пророков 1 Фессалоникийцам 2.16 Которые Препятствуют Нам Говорить Язычникам Чтобы Спаслись И Через Это Всегда Наполняют Меру Грехов Своих Но Приближается На них Гнев До Конца Толкование Ибо Если Должна Проповедовать Спасение Всей Вселенной А они противятся Этому То Они Общие Враги Вселенной Только Чрезвычайной Зависти Свойственно Препятствовать Общему Спасению Это Говорит Древним Пророкам Потом Христу А Наконец И нам Делали Они И делают Чтобы Показать Что Спешат Достигнуть Полной Меры Грехов Крайнего Их Предела То Есть Для Них Уже Не Будет Более Того Что Было Прежде Не Будет Возвращений Из Плена И Не Овладеют Они Своей Землей Но До Конца Так И Останется На Них Гнев Божий Слово Гнев С Артиклем Показывает Что Они Заслужили Его Что Он Предназначен И Предсказан Утешив Фессалоникийцев Указанием На То Что Они И 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 Воскрешениях Теперь Утешает Также Указанием На То Что Притеснители Будут Наказаны 1 Фессалоникийцам 2 17 Мы же Братья Быв Разлучены С вами На Короткое Время Лицом А Не Сердцем Тем С Большим Желанием Старались Увидеть Лицо Ваше Толкование Здесь Апостол Говорит О Любви Выше Он Сказал Как Отец Детей Стих Одиннадцатый И Как Ормилица Стих Седьмой А Здесь Быв Разлучены В Славянском Тексте Осиротевше Что Свойственно Детям Ищущим Родителей Это Для Того Чтобы Мы Подняли Из Этого Как Он Сильно Любил Их Но В то же Время Намекает И на Печаль В которой Он Находился По Причине Разлуки И Нельзя Сказать Говорит Чтобы Мы Оставались В Разлуке Долгое Время Напротив Сравнительно Короткое И Малое Так Что Можно Считать Почти За Один Час И Притом Не Сердцем Говорит Мы Разлучены Были А Лицом Но И Неся Вас Постоянно В Сердце Мы Испытываем Скорбь Что Лишены Возможности Видеть Вас Телесно Заметьте То Что У Сильно Любящих Есть Потребность И Лично Видеть Любимых А Чего Их Любовь Еще Более Усиливается Больше Всего Заботился Видеть Оставленных На Короткое Время Обратив Внимание На Любовь Не Для Чего Нибудь Другого Говорит Желаю Прибыть Как Для Того Чтобы Видеть Ваше Лицо 1 Фессалоникийцам 2 18 И Потому Мы Я Павел И Раз И Раз Хотели Прийти К Что Ты Говоришь Сатана Возбраняет Именно Так Ибо Это Не Было Дело Божие Послание К Римлянам Говорит Что Бог Воспрепятствовал Римлянам 1 13 И 15 22 И Лука Говорит Что Дух Воспрепятствовал Им Деяние 16 6 И Послание К Коринфянам Говорит Что Это Было Дело Духа 2 Коринфянам 1 22 Здесь же Просто Что Это Дело Сатаны Который Наводит Сильные И Внезапные Искушения Конечно По Попущению Божию Смотри Как Он Гордится Своей Любовью Показывая Что Он Любил Их Больше Всех Почему И Говорит Я Павел То И Хотя И Другие Со Мной Желали Прийти К Вам Но Я Даже И решался 1 Фессалоникийцам 2 19 Ибо Кто Наша Надежда Или Радость Или Венец Похвалы Не Не И Вы Ли Пред Господом Нашим Иисусом Христом Пришествие Его Полкование Это Ли Слова Пламенеющих Нежнейшей Любовью Матерей Разговаривающих С малыми Детьми Ему Недостаточно Было Слово Венец Чтобы Показать Свою Пламенность Но Он Присовокупил И Похвалы Ибо На вас Говорит Я Надеюсь Что Ради Вас Подоблюсь Великого Дерзновения Пред Христом И Радости Ради Того Самого Что Вы И Ныне Есть И Тогда Будете Для Меня Венцом Похвалы То есть Венцом Блестящей Славы Фессалоникийцы Ли Одни Твоя Надежда Святой Апостол Павел Нет Не Они Одни Поэтому И Сказал И Вы Показывая Что Были И Другие Первое Фессалоникийцам 2.20 Ибо Вы Слава Наша И Радость Полкования Как Славно Привести Такую Церковь К Христу И Притом Столь Благоискусную Глава 3 Стих 1 И Потому Не Терпя Боли Мы Восхотели Оставаться В Афинах Одни Толкования То есть Избрали И Предпочли 1 Фессалоникийцам 3.2 И Послали Тимофея Брата Нашего И Служителя Божия И Сотрудника Нашего В Благовествовании Христовом Чтобы Утвердить Вас И Утешить В Вере Вашей Толкование Такова Забота Святого Апостола Павла Об Учениках Что Когда Он Сам Был Удерживаем Какими Нибудь Стеснительными Обстоятельствами То Посылал Других Навестить Своих Учеников Это же Сделал И Тогда Послав Тимофея И Говорит О нем С такой Похвалой Не Столько Его Возвышая Сколько Воздавая Им Честь Тем Что Столь Необходимого В Такое Служение Сотрудника Благовествования Так Как Фессалоникийцы Смущались Тем Что Учитель Их Подвергался Искушениям То Они Имели Нужду В Утверждении И Утешении Чтобы Не Отстать От Веры Ибо Немалое Смущение Для Учеников Составляет Искушение Учителя Подобно Тому Как Для Воинов Раны Вождя Хорошо Хорошо